На прием граждан к руководителю региона многих кубанцев провожают чуть ли не всем районом. Родственники и знакомые просят рассказать о волнующих проблемах, нерешенных вопросах и даже просто передать привет. С такой общей просьбой от молодых мам и пап города Лобинска к Вениамину Кондратьеву приехала Евгения Самойленко. Глава края провел встречу с жителями от имени президента России. Каждый день девушка, отводя ребенка в детский сад, рискует его и своей жизнями. Целый квартал приходится идти прямо по дороге. На улице, где стоит детсад, нет тротуара. Каменная проезжая часть, от каждой машины мы в траву прячемся. Естественно, что эта проблема не только моя. Очень много деток посещают детский сад. Эта проблема для города не новая и давно известная. Детский сад построили еще больше 10 лет назад. А вот про тротуар забыли. Ситуация Вениамина Кондратьева возмущает. Ее решение адресует главе района и дает срок до ноября. Знаете, это вопрос не к вам, а к предшественникам. С момента образования детского сада этот тротуар, конечно, должен был быть. Знаете, это сколько, если больше 10 лет, это сколько выросло уже детишек, которые подвергали, в принципе, свою жизнь, опасности, едя по дороге к этому детскому саду. Я думаю, этот вопрос даже не подвижит обсуждению. Поручение я вам подписываю на выполнение данной задачи. И пусть она при вас будет разрешена. Хотя я еще раз подчеркиваю, убежден, что предшественники ваши должны были ее изначально разрешить. С общей бедой, но уже жители Уст-Лобинска обращаются к исполняющему обязанности губернатору Любовь Каргина. Почти полгорода страдает из-за слабого напора воды, а у некоторых ее вообще нет. Трубы изношены, скважин не хватает. А о горячей воде так и вообще приходится только мечтать. У многих в частных домах установлены колонки, но нагревать попросту нечего. Совсем, можно сказать, напора нет. А когда люди начинают еще огороды поливать, вообще мы остаемся без воды. И период просто без воды. Проблема знакома, я сам вырастанется и очень прекрасно вас понимаю. Понимая вас, как вырастет, когда колонка не загорается, потому что напора нет. Я думаю, мы... Сергей Владимирович, вот какие варианты и способы эту проблему решить? В 2014 году по этому участку, по четырем улицам, была сделана проекта «Сметная документация». До 21 мая были проведены все конкурсные процедуры. 21 мая уже подписан контракт с выигрышей организации. Конец окончания строительства водопровода, капитальный ремонт, звучит так, декабрь 2015 года. По давлению в проекте, работаем над проектом по двум скважинам. Два-три года мы должны снять полностью проблему по городу. С Людмилой Бочарниковой из Белореченска беседа практически шепотом. Хоть и говорят, вовсе не о сокровенном. От ожидания голос потерялся. Поэтому я очень коротко. Слушаю. Нам надо восстановить светофор. Всего-рожь навсего? Всего-рожь навсего. Ну, я думаю, даже не знаю, как бы на фоне тех проблем вопрос светофором. Поэтому, знаете, даже не стоит нам тратить времени. В Белореченском районе достаточно глобальных вопросов, мощных вопросов, которые требуют, по самом деле, серьезного вмешательства. Я заранее вам приношу свои извинения, что вы из-за светофора дошли до президента Российской Федерации, что само по себе просто недопустимо. Если мы по светофорам будем обращаться к президенту Российской Федерации, то, конечно, тут уже грош, нам цена все вместе взяты. Поэтому вопрос светофора, считайте, что он закрыт. А для себя и для коллеги, я хочу сказать, что, конечно, нам просто должно быть стыдно и неудобно, что вопрос светофора решается на таком уровне. Найдены решения и по другим вопросам кубанцев, которые пришли на прием. По просьбе жителей, ко дню знаний в Тимошевске появится новая спортплощадка. В сентябре в Каневской отремонтируют дорогу к хутору Средней Челбасы, а в курортной станице Анапской в скором времени построят сети водоотведения. За два месяца в качестве руководителя региона Вениамин Кондратьев провел несколько таких приемов. И уже сегодня можно судить о первых результатах. Это станица Троицкая. Здесь после обращения ее жительницы Нины Плегуновой на улице Советская теперь есть новый тротуар. И тротуарчики, и плиточку положили. Детки идут в школу. В центре все проходят здесь. А вот в Крымске совсем недавно молодежь отметила открытие скейт-площадки. Помочь ее построить школьница Вероника Доценко просила Кондратьева на майском приеме граждан. А уже сегодня здесь занимаются сотни мальчишек и девчонок со всего района.